Вы же чувствуете, какой запах? Вот вообще здесь должны быть стоки нормы, чтобы можно было развозить рыбу. Ни рыбы, ни чистого озера. Возле безымянного экологическая катастрофа. Все стоки из пяти коттеджных поселков стекались в водоем. Ведь они же ни одного дома не обрабатывают. Все льется прямой трубой туда. Вот эти биологические очистные сооружения работают без разрешения. У них нет разрешения на право пользования природными ресурсами. Они не имеют права вообще работать. Но при этом сооружение работало только неисправно. Экологи зафиксировали сброс сточных вод. Но даже очищенные были далеки от нормативов. Также были отобраны пробы, получается, сточных вод прошедших очистку. Но было выявлено превышение загрязняющих веществ. То есть очистные сооружения не справлялись. Покупали дома. Центральное водоснабжение, водоотведение. Территорию застраивала компания «Унистрой». Они утверждают, очистные были полностью готовы. Они прошли госэкспертизу. Вот если это перекроют, то получается 700 домов. Вот мы в такой экологической катастрофе. Как будут уходить стоки из пяти поселков? Сейчас так и не решено не бы продолжать стекаться в это очистное сооружение, в аварийный резервуар. Правда, теперь уже за экологическую обстановку ответственен исполком Зеленодольска. Если будет перелив продолжаться, то это как раз административная, уголовная ответственность. То есть хозяйствующие субъекты предупреждены об этом. На бывшего директора управляющей компанией «Ореховка» возбуждено уголовное дело. Но даже нынешний хозяин очистных сооружений сегодня не появился. Перекрыть трубу должны были еще в августе. Да, я хотел определиться, туда качают они, и туда качают они, и туда качают. Почти что проходит три месяца, никаких реальных действий по исполнению решения суда он не предпринял. Сейчас в кабинете министров создана рабочая группа по восстановлению безымянного. Только один сброс неочищенных стоков оценили почти в 8 миллионов рублей. Альбина Венебаева, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольский район. Редактор субтитров А.Семкин